Всем привет! Сегодня проведем тесты в стиле разрушительного ранчика. Так как в последнее время я все чаще занимаюсь печатными изделиями для нужд страйкбола, то возник закономерный вопрос. А насколько данные изделия прочны? Для тестов я напечатал несколько дисков разной толщины и заполнения. И с ПЭДЖИ, так как я печатаю в основном только ПЭДЖИ. Расстреливать диски будем при помощи ГББ-пистолета 0,25 шарами, а также карабинчиком на ВВД на 0,40 шарах. Приступим. Начать хочу с дисков с неполным заполнением. В наличии есть 10, 30 и 50% заполнения. Заполнение свыше 50% считаю бессмысленным. Дальше пойдет только 100% заполнение. У нас имеется 1, 2, 3, 4 и 5 мм. Также диски с неполным заполнением имеют толщину передней и задней стенки по 0,6 мм. То есть общая толщина сплошных стенок составляет 1,2 мм. Обстреливать диски будем так, чтобы печатные слои находились перпендикулярно оси выстрела или нашего взгляда. Произведем контрольный замер пистолета и карабина и переведем в джоули. Потому что это модно, это современно. Вот так. Начнем с 10% заполнения и с пистолета. Сто процентное проникновение, диск не выдержал, 10% заполнения не держит пистолет, далее 30% заполнение и пистолет. 30% тоже не выдерживает пистолет. 50% заполнения и пистолет. Так, шар пробил, но отлетел. Аналогично, шар пробивает, но отлетает. Вырвал куски. Так, значит у нас не справляется неполное заполнение, не справляется даже с пистолетом. Переходим к 100% заполнению. Стопроцентное заполнение, пистолет 1 мм. Да, тут не было шансов. Стопроцентное заполнение, пистолет и 2 мм. Так, шар отлетел, но пробил. Вырвал кусок. 100% заполнение, 3 мм и пистолет. Так, дырочка уже меньше, еще раз попробуем. Шары отлетают, но пробивают. Да, вырывают кусманы. 100% заполнение, 4 мм, пистолет. Такая же ситуация, как и с 3 мм. Маленькие дырочки. Шар не прошел насквозь, но вырвал куски. Да. Интересно, конечно. PG 5 мм, 100% заполнение против пистолета. Нет сквозного пробития. Не пробивает. Нет, не пробивает. Остались отметины. О! С внутренней стороны он вырывает куски, но пробития нет. пистолет. Если пистолет разносит PG, то что с ним сделает карабин? Да. Да. Расщепил на атомы. Честно говоря, я ожидал большей прочности от ПДЖ. Надеялся, что он спокойно переживет выхлоп до одного джоуля. Но, увы, не особо-то он и держит. Как итог, не стоит особо рассчитывать на прочность печатных изделий во время страйкбольных баталий. Конечно же, всё можно починить при помощи паяльника или шпаклёвки, но это так себе вариант. Тем не менее, печатать ПДЖ после этого теста я не перестану. Как и не стану искать другой материал. Так как ПДЖ, на мой взгляд, является в нашем хобби наиболее оптимальным материалом. В соотношении прочность, стоимость и удобство работы. А печать различных изделий остается порой безальтернативным вариантом. На этом всё. Всем пока, не болейте и до скорого.